Владимир Путин сегодня подписал указ о проведении в 2016 году года российского кино. Видимо, все происходящее в этом году до кино как-то пока еще не дотягивает. Ох, Лика, а то ли еще будет в будущем году. Но сегодня же сети кинотеатров договорились с Министерством культуры, что в 2016 году отечественных фильмов будет больше 20% от общего репертуара. Речь идет не об обязательных квотах, а о повышении популярности российского кино рыночными методами. Кинотеатры, подписавшие соглашение, будут демонстрировать перед сеансами ролики «Смотри Российское» и трейлеры российских фильмов, а также предоставлять возможности для большего показа отечественных картин, например, проводить фестивали. Для сравнения, по данным Фонда кино, в 2013 году доля русского кино от всех сборов составила 18,2%. В 2014 году 18,1%. По некоторым прогнозам, в этом году, то есть в 2015, эта доля может достигнуть 20%. Ну, как раз тех самых. Что происходит с импортозамещением в кинематографе? И сделает ли договор прокатчиков и Министерства культуры российское кино более популярным? Обсудим эту тему с автором YouTube-канала «Бэткомедиан» Евгением Баженовым. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Вы нас слышите хорошо. Евгений, ну скажите, как вам кажется, все-таки 20% — это довольно много? Или все-таки в состоянии российское кино показывать вот в таком объеме? Я думаю, что на данный момент как раз и есть 20%. Тут дело не в этом. Вы сказали, что хотят повысить популярность российского кино. Дело не в деньгах, а вот именно популярность. И популярность, как по мне, можно повышать только хорошими фильмами. То есть на момент, когда ни квот ничего не существовало, вышел «Ночной дозор», допустим. Это как пример. И он сорвал невероятные деньги, при этом не опираясь ни на какие законы. То есть это качество фильмов. Безусловно, когда идет спор с блокбастерами, российское кино проигрывает. Но надо же понимать, что продвижение какого-нибудь там, какой-нибудь пошлой комедии от комедии-клаба и ради этого, допустим, затыкать зарубежные фильмы — это весьма спорно. Ну вот о чем и речь. Собственно, вот эти 20%, а как их наберем? Ну, предположим, не будет. А 20% некоторые прокатчики воспримут буквально и будут запихивать в свой репертуар. Но буквально все попало. Как вы сказали, пошлую комедию, например. Самое печальное, что только пошлая комедия сейчас и есть, по сути, в репертуаре. Если посмотреть, все делается как с «Оскаром» в этом году. То есть на «Оскар» отправили «Солнечный удар». И дело в том, что есть более достойные картины, но о них или никто не знает, их не пиарят, в том числе в кинотеатрах, трейлеры не показывают и так далее. Я в пример все так же привожу фильм «Быкова. Дурак», например. То есть как-то вот о нем не говорят. При этом это хорошее кино. Его не продвигают. Его не будут ставить в эти 20%. В эти 20% зайдет как раз вот зайдут эти комедии пошлые, какой-нибудь фильм, спонсированный государством. Возможно, будет хороший, я не знаю, какой-то. Спонсированным фондом кино и так далее. И еще какой-нибудь специфичный мультик, допустим. И все. То есть туда не зайдут, не войдут в этот список картины, которые действительно достойны проката. И хорошо бы навязывать их, что ли, зрителю. Это зайдут как раз вот пошлые комедии и какие-нибудь государственные фильмы. Ну смотрите, вот ваши ролики на Ютьюбе смотрят миллионы пользователей. Если вас позовет министр Мединский, который договаривался сегодня с прокатчиками, и скажет Евгений Владимирович Голубчик, помогите нам, подскажите нам каким-нибудь советом. Что нам делать? Как нам сделать, чтобы российское кино было лучше и популярнее как следствие? Что бы вы посоветовали, что бы вы ответили на такой вопрос министра? Совет у меня классический. Вообще насчет всей схемы оборота российского кино и кинотеатров. Государство постоянно выделяет деньги на всякое кино. И порой выходит что-то ужасное, вроде там «Утомленных солнцем» или так далее. Деньги огромные выделяются. И здесь, по-моему, самое простое сделать. Выделять деньги фильму, если фильм собирает отличные зрительские отзывы. То есть, допустим, даже мало зрителей, но все отзывы как один, великолепный фильм. Тогда не надо просить создателей, продюсеров деньги обратно. То есть вы выделили деньги, фильм хороший, людям нравится, все. Как угодно продвигать его на ТВ, чтобы показывать зрителям, есть хорошее российское кино. Если фильм не окупается и при этом зрители его просто ненавидят, надо просить деньги обратно. Мы выделили деньги, а что вы сняли, собственно? То есть вот по этой схеме быть как-то возможно. И откуда эти люди будут брать деньги обратно, если они сняли плохое кино и не получили никакой кассы? Если ты создаешь фильм, надо знать о последствиях и просишь у государства деньги. То есть бывают ситуации, когда государство спонсирует вообще непонятно что. Этот фильм не о хорошем, он какая-то жесть или какой-то ужас, вот депрессивное, отвратительное кино. И при этом оно неинтересное зрителю. Никто на него не идет. Отзывы, опять же, зачастую отрицательны. Отрицательный смысл вообще подобное кино спонсировать. Или надо думать, когда деньги выделяют, что вроде сейчас пытаются. В последнее время все чаще говорят про то, что сейчас вот мы думаем. Это времена прошли, когда выделяли на каждый фильм деньги. Но, тем не менее, постоянно выходят фильмы с под знаком фонда кино. Допустим, «Воин». Вот последний замечательный фильм под названием «Воин». Взяли одноименный зарубежный фильм, пересняли его, добавили тупых идей. И пустили в российский прокат. Вот ради таких фильмов 20% или... То есть это кино продвигается, очень много трейлеров, реклама на кинопоиске, реклама по телевизору. Везде реклама этого фильма. При этом содержание абсолютно отвратное. Государство выделило деньги. Вопрос, зачем все это делается? И вот такие картины как раз и будут в 20%. Перечислили, назвав это чудовищной жестью, еще какие-то вы сейчас слова употребили, я уже и не упомню. Можете перечислить, ну скажем, три картины самых чудовищных, российских, которые вам удалось увидеть в этом году? Потому что, я так понимаю, вы их смотрите просто тоннами. Это работа, работа. Например, когда вы успеваете «Есть и спать», но все-таки самых три чудовищных фильма этого года. Но «Есть и спать» столько фильмов России не производит. Конечно, голливудские, наверное, вы тоже смотрите, естественно. Да, 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 и там тоже много отвратительных фильмов, только государство не выделяет. Ну давайте мы про российские, да. Вот, из последнего это «Воин», конечно же. На него точно выделял деньги фонд кино. Потом фильм... В этом году я делал как раз обзоры, которые удалили. Вот мы общались с министром культуры в Твиттере, чтобы нашли того человека, который снял фильм, и его покарали. Кавказская пленница. Государство выделяло деньги на него. Но это очень старая история. Покарали в итоге? Все, как обычно, вроде закупали. Обещали больше никогда не выделять. Я думаю, в теории ему не будут выделять настолько криворукий режиссер, что... Я не знаю, как он квартиру не шел. Мне кажется, обзор этого фильма даже собрал больше, чем, собственно, сам фильм. Это безусловно, потому что фильм прокляли все вообще. Потому что он, по сути, оскорбляет каждого человека. Он оскорбляет всех. Поэтому я так спокойно оскорбляю. Я не оскорбляю. Это мое оценочное суждение, что у меня тоже много что не получается. Я, допустим, не могу строить дома, поэтому я не строю дома. Этот режиссер не умеет снимать фильмы. Это его вся фильмография. Для этого надо было снять, чтобы понять, что не умеет. А потом бывает раз на раз не приходится. Есть и замечательные режиссеры, которые снимают чудовищные фильмы. Вы наверняка такие тоже видели, в том числе в этом году. Спорно. Бывает, что выстреливает режиссер каким-то фильмом, а потом снимает плохое кино вроде Нила Бломкомпа, который снял район номер 9. Подождите, мы сейчас российских, вы еще не назвали. Топ-3 закончим. Да, Третий воин, Кавказская пленница. Это в этом году тоже, да? Это он, по-моему, под конец года зимой был. И я не помню насчет сборов, я не помню, деньги выделяли ли, государство выделяло ли деньги, но мне абсолютно не понравился одной левый фильм, допустим. Полный превращение... А, Топ-3. Я сейчас просто в список буду. У меня много этих фильмов, которые абсолютно не нравятся. Хорошо, подождите, я хочу сейчас медленно вас развернуть в позитивную сторону. А теперь три хороших фильма, которые вы посмотрели. Есть ли такие? Три российских фильма, которые были сняты и вышли в прокат в этом году. Российских, российских только. Я, скорее всего, сейчас два назову. Это... Даже третьего не было? Я не помню. Я стараюсь следить за всеми фильмами. Да и то, по-моему, в прошлом году выходил Дурак Быкова, и мне понравился фильм Чебе. Чебе, по-моему, достойная комедия, которая не опускается. И опять же, никаких сборов. Алилия Пан понравился вам? Вы смотрели его? По мне, опять же... Сейчас многие возненавидят меня, но мне не нравится Левиафан. Это вообще все прошлый год, извините. Да, мне не нравится абсолютно Левиафан, хотя это, в принципе, по-братим того же фильма Дурак. Про одно, но, как по мне, Левиафан плохой фильм. На него деньги государство выделяло, он также не окупился. Но, тем не менее, хотя бы на Оскар его отправили, что понятно. А вот когда отправляют фильм «Солнечный удар», вот это уже вопрос. То есть ни одной награды у фильма нет. У него два... Кстати, вот насчет 20%. Этот фильм, у него было два проката. То есть два раза прокатывали по кинотеатрам. Первый раз он не собрал денег, его зачем-то пустили второй раз. Вот именно такие фильмы и будут в 20%. Какой ужас? Вы хотите сказать, что режиссеру Никите Михалкову не надо выделять деньги? Я обожаю режиссера Никиту Михалкову. У него есть замечательный фильм «Свой среди чужих». Я просто безумно люблю этот фильм. Но при этом последние работы его показывают, что весьма спорное дело выделять деньги именно ему, как режиссеру. Потому что что один провал «Утомленный солнцем», что второй «Утомленный солнцем», «Цитадель», что третий «Солнечный удар» — провал за провалом. При этом бюджеты там как на 10 фильмов того же «Быкова». То есть рентабельно ли выделять туда деньги? Если можно снять фильмы, которые гораздо больше понравятся зрителю, можно посмотреть по оценкам, сравнить оценки как раз хороших российских фильмов, вроде там «Дурак, дом» есть еще замечательный российский фильм, «Погодина». И сравнить как раз оценки фильмов Никиты Михалкова. И посмотреть, куда лучше выделять деньги. Вот смотрите, вы в начале разговора упомянули фонд кино. Вот я нашел информацию. Фонд кино перечислит в этом году продюсером на производство и прокат фильмов около 4 миллиардов рублей, в том числе 3 миллиарда из госбюджета. Может быть, денег мало выделяют? Как вам кажется, что не могут российское кино хорошо снимать? Вопрос, какое российское кино хотят снимать? То есть если... Или это много денег? Я придумала еще один вопрос сейчас. Если бы эти 4 миллиарда дали вам, как бы вы ими распорядились, но их можно будет потратить только на кино и только на российское? Я понимаю. Я вообще верю в именно бюджетов для начальных этапов. Не надо больших. Не надо спорить с «Мстителем». Опять же, режиссером. Режиссером по схеме «снимай хороший фильм», который собирает много хороших отзывов. То есть если режиссер... Если пишется хороший сценарий, если имеется знатный продюсер, в России много продюсеров, по крайней мере, есть 3-4, ладно, это немного. 3-4 продюсера. Если есть хороший сценарий, по нему можно хорошо снять. В принципе, можно выделять небольшие, совсем маленькие бюджеты, чтобы сняли короткометражку, 10-минутную. Раздать деньги многим людям, многим режиссерам с образованием. Все, пусть снимут короткометражки. По ним хотя бы можно будет понять, что этот режиссер из себя представляет. Ну тут тоже не угадаете. Знаете, вот «Левиафан» тоже смотрели, вроде бы и деньги на него выделяли, смотрели сценарий, все хорошо было. Потом в итоге оказалось, что министру культуры не понравился. Вообще всем чиновникам, я имею в виду, чиновникам многим не понравилось. Ну, нам, например, понравилось «Левиафан». Лика, тебе понравилось «Левиафан»? Ну, у меня спорные ощущения. Ну, мне понравилось, хорошо, ладно. Евгений, вот вам не понравилось, например. Тут тоже не угадаешь, с одной стороны. И вроде сценарий посмотрели и все знали. Сценарий смотрели, как я знаю, не той версии, по которой он снимался. Так зачастую делается, так и у дурака была та же штука, что презентовали один сценарий, а снимали по-другому. Как я могу сейчас ошибиться? Возможно, нет. Но есть мое мнение, что не понравился он министру культуры, потому что сценарий был изначально немножко другой. Немножко по-другому там все было. Немножко-немножко, все-таки творческие люди иногда в процессе что-то меняется. Я уж не думаю, что он совсем кардинально отличался от того, что первоначально показывали. Как я понимаю, кардинально, если вдруг вот не понравилось. То есть, ну, дело не в этом. Мне кажется, что сценарий, он... Это вообще, это кино... Мы сейчас говорим, на самом деле, о фильмах вроде «Левиафана». На самом деле, зритель обычный, вот это печально, но, допустим, мне не нравится «Левиафан», мне вот нравятся другие фильмы такого же типа, но на него массовый зритель не пойдет. Здесь никакой конкуренции не может быть в теории даже. То есть массовый зритель не пойдет. У нас, к сожалению, почти не осталось времени. Спасибо вам большое. Это был Евгений Баженов, автор YouTube-канала «Бэд Комедиан». Я очень желаю и нам, и вам особенно, Евгений, хороших фильмов, потому что я, изучив то, чем вы занимаетесь, просто испытываю огромное сочувствие, буквально беспокоюсь за вас. Так много плохих фильмов вам приходится смотреть.